Депутаты Государственной и Московской областной дум провели личный прием граждан. Встреча Сергея Колунова и Сергея Маликова с избирателями прошла в местном отделении партии «Единая Россия». На Лесную-9 за поддержкой народных избранников красногорцы обращались по разным вопросам – от частных до глобальных. Так, житель Павшинской поймы Петр Потюк обеспокоен возможной жилой застройкой частного участка в микрорайоне. Многоэтажек там хватает, считает Петр, в отличие от спорткомплексов. Сергей Маликов – это уже его третья встреча с населением в должности регионального парламентария – разъяснил ситуацию. Надо понимать, что есть право частной собственности. И когда предлагают построить это на частной собственности, конечно, как говорят, надо там строить жилой дом. Мы говорим согласно, и сегодня у нас есть запрет на единичную застройку. Но также принуждать человека что-то делать, пожалуйста, он может продать свой земельный участок или войти в инвест, соглашение или какой-то там контракт с другим инвестором, предпринимателем, или, возможно, в ГЧП какое-то сотрудничество государственное частное партнерство. И это будет какой-то результат. Но это только уговоры, общение и переговоры. Сергей Колунов в качестве федерального законодателя лично встречается с красногорцами впервые. Как в прошлом руководитель компании-застройщика, его особенно заинтересовали жилищные вопросы. Такие прозвучали сразу от двоих жителей округа. У них общая проблема, связанная с переселением из аварийного жилья. Конечно, тяжело изначально разобраться, потому что многих история длится много лет. Поэтому какие-то вопросы мы не смогли сразу ответить, попросили время, потому что нужно понять и разобраться, потому что мы хотим, чтобы все-таки был результат, а не просто закончить какой-то отпиской. Но в основном, конечно, все это боль людей. Боль людей и наша задача просто им помочь. Не знаю, сколько это время не займет, но в любом случае я знаю одно, что за их интересы мы будем бороться. Народные избранники пообещали разобраться в каждом из вопросов и доложить жителям о ходе их решения на следующей встрече. Она точно состоится до конца этого года.